Просто едешь, как говорится, как по минному поле, попадешь в яму или нет. Сергей водитель со стажем больше 20 лет. Ежедневно по барнаульским дорогам он накатывает около 400 километров. К центральным магистралям претензий нет давно, а вот улицы на периферии все еще требуют внимания. В плане того, что делают дороги, да, согласен, но у меня такое ощущение, что все равно чуть-чуть хромает качество дорог. Сейчас очень много тает снега, его было не убрано. И в этих лужах очень большие ямы. Очень много водителей портят колеса. Так на повороте на Южный в один из дней пять автомобилистов попали в замаскированную лужей ловушку, говорит Сергей. Невозможно ездить и по улице за технической. Кстати, она параллельно вот этому, ну, этой дороге, которая ведет к Южному поселку, вот, она могла бы служить разгрузкой. На Новосиликатном люди из-за огромных луж участвуют в соревнованиях по прыжкам в длину или просто вынуждены идти по дороге. А по этой улице не страшно ходить прямо по проезжей части. Из-за большого количества ям и пробоин скорость движения потока не превышает пяти километров в час. Дорожное полотно на улице Сергея Семенова, по словам барнаульцев, заасфальтировано со времен постройки домов. Самые печальные, по моему мнению, это какие-то отдаленные районы от центра. Соответственно, Семенова, 65 лет победы, 280-летие Барнаула. Дороги у нас очень плохие. Сегодня только несколько раз попал в крупные две ямы, в которые можно было без колеса остаться. Но повезло. В целом-то у нас дороги, в принципе, нормальные, но если говорить про убитые, Бабуркино, по-моему, ежу бывает. Далее, что у нас еще такого прямо изысканного даже, не могу сказать. Шукшина. Есть часть дорог на Шукшина, да, наверное. Но это основные, не знаю, больше даже. И Вера Кощеева еще, вот, кстати, сказала бы точно. К слову, ремонтировать ямы в городе начали еще в феврале. Холодной асфальтобетонной смесью. На наиболее опасных участках ямы уже заделали. К примеру, на Красноармейском, улицах строителей Попова, Балтийской, Павловском тракте. После потепления до плюс 5 градусов начнут работы с применением горячей смеси. В рамках текущего ремонта у нас в бюджет на текущий год предусмотрен 67 миллионов рублей. Это 55 тысяч квадратных метров текущего ремонта. В рамках капитального ремонта, в рамках нацпроекта у нас в текущем году запланирован ремонт 13 участков, включая строительство участка дороги по улице 65 лет Победы от Сергея Семенова до Павловского тракта. На самом деле дороги в Барнауле, и это отметит почти каждый водитель, за последние 10 лет изменились значительно. И арифметика проста. Средств выделяют больше, дороги становятся лучше. Совсем скоро специальная комиссия оценит, каким нынче уделят особое внимание. Добавим, на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году направят более 900 миллионов рублей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.